Всем привет! В этом выпуске мы рассмотрим самые интересные, последние новости из мира ММА. Ребят, а перед началом хочу посоветовать вам канал 5DMN. Это новостной канал про ММА. Парень делает качественные видео, а главное, без лишней болтомни, рассказывает про самые актуальные новости. Я сам смотрю этот канал и вам рекомендую перейти и поддержать канал подпиской. Ну или хотя бы заценить несколько видео и самим уже сделать какие-то выводы. Ссылку на канал оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Передавайте автору от меня привет. Итак, недавно были разговоры, что Камару Усман хочет подняться в весе. И сразу же начали обсуждать бой с Исраэлем Адессания. Так вот, Изи прокомментировал эти слухи так. То, как Али Абделизис это преподносит, было отвратительно. Я уже высказывался по этому поводу и думаю, что Усман со мной согласен. В чем смысл нашего боя? Наши отношения гораздо больше, чем просто друзья или коллеги. Дети через поколения будут смотреть на нас и говорить. Эти ребята из Нигирии подрались. Я считаю, что каждый из нас должен двигаться своей дорогой и уйти на вершине. То же самое с Фрэнсисом Нгану. Али Абделизис подходит ко мне и говорит. Мой брат, мой африканский брат. Если ты считаешь себя моим братом, то почему являешься таким эгоистом и видишь только знаки доллара? Напомню, что Усман высказывался примерно так же, как и Адессания. Он не хочет этого боя. Но менеджер Усмана Али Абделизис знает, что этот бой будет громким и с него можно хорошо заработать. И похоже ведет какую-то свою игру. Менеджер Конора Макгрегора Тим Симпсон заявил, что если Макгрегор захочет, он будет драться за титул сразу же, когда вернется. Посмотрим, что будет в титульном бое. Вы будете удивлены, если Конор встретится сразу с чемпионом. У него всегда были варианты. И они будут, когда он подготовится к возвращению в клетку. Что бы ни происходило в дивизионе, он продает бои. Макгрегор может подраться с кем угодно, вне зависимости от того, что люди называют правильным для дивизиона. В конце концов, решает бизнес. И Конор сможет подраться с чемпионом, если захочет. Лично я не могу представить подобного развития событий. Понятно, бизнес, деньги и все такое. Но возвращаться после двух поражений и сразу драться за титул, ну это сверх наглость. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Магомед Исмаилов поблагодарил Хамза Тачимаева за жесткий спарринг. И вот тот самый спарринг, который мы собирались сделать с Хамзатом. Хамза, Хамза. Это что было, Хамза? Пуходи. Не знаю, это что было твое, брат. Обманули на культуре. Ты лучше, чем я вакцин. Нет, брат, ты лучше. Старший тебя лучше. Вот видите, у нас, у братья, с этим проблем нету. Люблю тебя, деда. Я живу тебя. Концовка. Хорошо. Это видео он подписал так. Заключительный спарринг в Таиланде был жестким. От души тебе, брат Хамза Тачимаев, за отличную работу. Теперь надо побороться. Костя Дзю опубликовал видео, где он мучает Магомеда Исмаилова в хорошем смысле этого слова. С лапками вместе с лапками. С лапками прыжок на 10 раз. Никогда не делал так. Руки вверх поднимите, стопьте. Вот потом встань. Не считается все заново. Серьезно? Смотри. Ты не здесь такой, а сейчас здесь. Ты тут делаешь толчок руками вот так вот отсюда. Вот так вот. Да, прямо вот с этого положения. Не сгибая. Вот так, да? Да. Нет, вот прямо отсюда. Вот прямо отсюда. Тоже. Олег Токтаров не упустил свои возможности, чтобы как-то задеть Исмаилова и прокомментировал это видео так. Костя, ты уж думаешь, что молодежь легко сможет повторить «погубишь бойца до боя». Они сейчас так не тренируются, но языком в тысячу раз круче. Можно было подумать, что Токтаров так пошутил. Но нет, у него явно какая-то личная неприязнь к Исмаилову. Давайте я вам напомню, что говорил Токтаров после поражения маги Исмаилова Владимиру Минееву. Именно этого я и ожидал. Хотя надо сказать, что Исмаилов стал мощнее. Просто у него нет финиша. Ни в ударной технике, ни в партере. Поэтому от того, что он мощнее, ничего не меняется. Сам себя измучил за два раунда и просто умер в третьем. Судьи все прекрасно сделали. Ничего такого не было. Там все замечательно было. Ему надо же где-то деньги зарабатывать. Так он умеет где-то бои разогревать. Ожидание какое-то. Пройдет полгода и опять все будут думать, что он что-то сможет сделать. Ему хорошо просто уровень взять немного другой в этом. Водители розового мерседеса. Вот это его уровень. Он-то может функционировать еще лет 10. Зарабатывать. Раз у нас нет бойцов, которые могут дать шоу. Такой раз крут. Чем он будет еще заниматься? Детей тренировать? Я бы не допустил, чтобы моего ребенка так тренировали. А на этом все, друзья. Если видео заслуживает, то поставьте лайк. Всем удачи. Пока.